который выбирает компанию. Когда один из моих родственников сделал карьеру в IT, и он работал в Яндексе и был фанатом всего топ-менеджмента, компанию создали гений и прочее, когда он потом оттуда ушел, мне было, конечно, любопытно, как любому человеку, который занимается сферой люди на острие атаки, почему это произошло. И он сказал, ты знаешь, у них такая страховка хорошая, что дети включены. Я поняла, что не так-то просто воспитывать адвокатов бренда. Почему? Да потому что мы все примерно делаем одно и то же, и человек, переходя из одной компании в другую, ну, может, проходит период адаптации, если с собой не уводят других, когда ему надо вспомнить, где он с кем и прочее. А так, в общем-то, переехать на другой адрес, если компанию не сделали полные идиоты и враги людей, то, в общем-то, потери небольшие. А для компании потери, конечно, огромные. И поэтому мне кажется, что надо понимать, почему, зачем и как. Поэтому я постараюсь быстро про почему, зачем и как, а потом вы мне зададите вопросы. Буду стараться быть достаточно быстрой. Итак, а у меня еще, смотрите, у меня еще отнят. Представляете, не хватает еще одной руки. Такое со мной первый раз в жизни. Итак, почему? Вот этот человек, зовут его Дэниел Голлман. Это человек, который сделал одно из невероятных открытий в сфере менеджмента. Он открыл, что люди, приходя на работу, не оставляют эмоции за кадром. Это великое открытие повлияло на последние 20 лет всего, что мы делаем в менеджменте, потому что мы как будто сделали открытие, что на работу приходят люди. И вспоминаешь цитату Генри Форда, который всегда стенал, что почему, когда мне нужно всего две руки рабочих, я получаю предаток всего человека. Почему мы об этом говорим? Потому что, когда мы говорим о бренде или говорим о том, что мы что-то делаем для сотрудников, очень важно, чтобы мы были при этом достаточно прямолинейны и понимали, зачем это надо. Потому что без ответа, почему это важно, понятно, потому что человек приходит весь. На работе проводит адское количество времени. Либо мы этого всего с этим адским количеством используем для формирования лояльности со всеми вытекающими для нас выгодами, либо, ну, значит, мы его не удержали и будем потом лихорадочно бегать, искать ему замену, если что. Соответственно, спасибо Дэниел Голлман, он подвел некую теоретическую основу под самые благостные идеи в менеджменте, какие мы знаем, начиная с корпоративной культуры, делегирования сотрудников как адвокатов бренда и так далее. Почему? Потому что не можешь человека нажать волшебную кнопку, после которой он придет и просто отработает честно свой день только головой. У него останутся эмоции, с которыми он будет реагировать на то, как с ним компания обращается. Эти эмоции тем или иным образом будут влиять на что-то, так? Это первая вещь. Соответственно, человек приходит с эмоциями, с сердцем, и самое ужасное, с идеями. Вот я очень люблю про инновации и прочее, но ко мне каждый раз, поскольку стратегия близка к лидерству, подходит какой-нибудь лидер и говорит, слушай, Рит, ты все время про инициативу, инициативу, а ты не знаешь, как эту инициативу выключить? А то достали. Отлично, отлично, мы опять возвращаемся к идее волшебной кнопки. А может, кстати, сейчас уже нейрофизиология далеко пошла, нейромаркетинги и прочее. Действительно, волшебная кнопка. Переступил порог, тыкс, и зашел такой биоробот, сделал свою работу, ни о чем не беспокоимся и прочее. Но пока это еще не произошло. И из-за того, что это не произошло, к вопросу, зачем? Это еще один выдающийся человек. Кто-нибудь знает, кто это такой? Ну, по картинке. Этот Скотт Адамс, он не теоретик менеджмента, не подумайте. Но он невероятное влияние оказал на менеджмент, потому что создал серию комиксов, которые сражаются с бессмысленностью корпоративной жизни. И предложил всем людям, у которых есть на этот счет какие-то ощущения, эмоции, присылать ему истории, на фазе которых он будет рисовать комиксы. И выглядит это, уже вышло несколько книг, огромный сайт, он уже переведен на русский язык. Ну вот, примерно вот так это выглядит. Ты слишком много думаешь. Ой, извините. Я обнаружил, что он приукрасил, он врет и прочее. Благодаря тебе он чему-то достиг. Ну, это вряд ли. То есть, такой определенный, как бы мы видим, да, скепсис. Есть два типа управленческих проблем. Одним можно разрешить криком, а для другого нужно придумывать программное обеспечение. Вот поэтому у меня есть обеспечение, которое за меня кричит. Это все серия Дилберта. Это одна из многотысячных вообще. Я только вытащила вам часть перлов. Это, значит, в отношении к боссу. Отчего мне кажется, что все решения моей компании принимают пьяные лемуры? Ну, потому что люди делятся на тех, у кого есть время, у кого есть талант. Ну, соответственно, а чем заняты те, у кого есть талант? Ну, они решают проблемы, которые устроят те, у кого было лишнее время. Ну, и так далее. Маленькие такие мстительные всевозможные вещи. И почему они происходят? Потому что тем, что мы не обращаемся в человеке к его романтической части, а адвокат бренда – это романтик, мы с него делаем циника. Вообще, сама тема, она настолько проста, настолько элементарна, и говорить не о чем. Одна проблема – это надо делать вот так, прямолинейно, не выдумывая, и достаточно честно. И это самое сложное. Очень сложно, чтобы у тебя начальник был такой, которому можно восхвалять, потому что иногда такого начальника нет. Но есть компания. Очень сложно, когда у тебя постоянные желания не совпадают с технологиями, потому что гаркнуть быстрее, в общем-то, все это знают. Даже самые лучшие из нас, и то иногда чувствуют, что хочется сказать человеку, не надо думать, здесь думаю я, потому что мне за это деньги платят. Ну, и тому подобные перлы, которые мы выдаем, не потому что мы плохи, а потому что есть обстоятельства. Соответственно, как не превратить людей в циников? Надо построить такую систему, которая поддерживает в них трепетное, любовное, как вот только что мы слушали, да, дружеское, человеческое отношение к бренду, при котором они готовы, ну, хотя бы, просто похвалить. Итак, что же мы можем сделать, чтобы, зачем нам надо вообще к романтикам обращаться? Но есть циники, у них зато такой мозг, вы знаете, вообще-то очень умные люди, как правило. Ведь циниками становятся люди, у которых в сочетании с умом есть мощный эмоциональный интеллект. И когда его компании игнорируют год за годом, они превращаются в циников, потому что им куда-то нужно делать свой мозг, да, как в анекдоте про Карла Маркса, у Мищи никуда не деть. Итак, зачем же нам это надо? Если мы уйдем уже от романтики, то романтика, то, что говорят англичане, pays off. В ней есть экономический смысл. Первый экономический смысл такой, что если сотрудник при прочих равных условиях получит предложение, которое не будет значительно в его представлении превышать то, что он имеет данной компанией, то ценой его лояльности для того, кто хочет его переманить, будет по, согласно опросам, 15-20% в деньгах. То есть, грубо говоря, если у меня мощная, сильная культура, если я сделал все, что привязать к себе своих сотрудников, если компания понимает, что они являются ее, то, что называется, с амбассадорами, адвокатами, амбассадорами и прочее, то для того, чтобы другая компания только на страховке его перекупила, надо ей потратить на это в общей сумме от 15-20% материальной выгоды. Это не гарантирует ей, что он уйдет, это гарантирует, что он подумает. До этого люди, как правило, не задумываются, потому что мы все достаточно инерционные существа, и если нам нравится место, где мы находимся, нам нужен реальный повод. И этот реальный повод, это не 10%, а больше. Вторая вещь, это влияет на производительность. Вы можете прочитать огромное количество исследований, которые показывают, как на производительность влияет то, что компания обращает внимание на то, что у нее в компании. Люди делают что-то для них, начиная с праздников, кончая самыми разными системами, которые поощряют производительный труд. То есть производительность растет, и это известно еще со времен хатурмских исследований. Ну и третье, это доверие. Когда мы с вами говорим о адвокатах бренда, мы должны понимать, что предметом нашей деятельности, конечной, то есть что мы хотим получить, является доверие к компании, безоговорочное. Вот если это доверие есть, дальше людям не нужно говорить, иди размести какой-нибудь материал в интернете. Они это делают сами. Почему? Потому что у них есть чувство. Вы когда дружите с кем-то, и он у вас вызывает восторг, вам же не нужно сообщать о том, что надо о нем рассказывать другим. Вы всех запарите разговорами о том, какой-то классный человек. Правильно? Если вам повезло с руководителем, который, не знаю, звезда и прочее, первые полгода у меня было чувство, что я яндексовских руководителей знаю лично. Настолько меня достали все эти истории про гениальность, про то, про все и тому подобное. То есть адвокат бренда, это не человек, которому сказали, что он это должен делать. Человек, который не может этого не делать. И возвращаясь к первому слайду, почему? Потому что мы эмоциональны, мы хотим любить. И мы хотим не делать никаких сверхусилий, когда мы работаем. Я когда была ребенком, знаете, думала наивно. К счастью, я этого не сделала, но я ребенком, когда была, мне казалось, что самые счастливые люди художники. Потому что человек делает то, что делает, и за это получает зарплату. То есть он делает то, что любит, и то, что у него получается, и за это ему платят деньги. Это я потом узнала, что это не так. Но тогда реально мне казалось, что самая крутая профессия, это которую ты делаешь то, что не можешь не делать, а тебе еще при этом за это платят деньги. Это означает, что на самом деле это все очень простая история. Значит, нам надо, чтобы у людей были эмоции по отношению к компании. Надо, чтобы эти эмоции были положительными. И чтобы они были настолько сильными, чтобы люди не могли об этом не говорить. То есть нужно дать повод. Проблема здесь, как вы понимаете, это адская адаптация. То есть как только вот на контрасте, я не знаю, как звали молодого человека до меня, который выступал. Извините, как вас зовут? А? Иван. Вот Ивану хороший вопрос задали, да? Вы пришли до этого из компании, где ничего этого не было, поэтому так бросается в глаза. Это очень хороший вопрос. Потому что вот теперь следующую компанию, чтобы перейти, да, допустим, ну, хотя бы ради разнообразия, то Иван уже придет со всеми своими привычками, будет считать это воздухом, которым он дышит, не будет понимать, как можно иначе. Возникает вопрос, а что сможет сделать компания, чтобы его впечатлить? И это самый сложный вопрос, и это то, почему мы говорим о стратегии. Потому что когда мы говорим с точки зрения плохой, а как там было, безобразный, плохой и прекрасный, да, по-моему, такая была, ну, фильм знаменитый с Клинтом Мистфудом. Хороший, плохой, злой. Вот если мы выбираем между плохим и злым, ну, понятно, что делать, да? А если мы выбираем между хорошим и хорошим? Если мы боремся за лучших и хотим, чтобы они были у нас, тогда что нам есть, что предложить, да? И вот тут приходится уже попыхтеть. И я сейчас несколько буквально направлений покажу, в каком направлении можно пыхтеть. Итак, про почему сказали, про зачем, мне кажется, более-менее понятно. Как? Несколько, скажем так, несколько путей в одну и ту же точку. Итак, первая вещь, нам нужно обязательно учесть кое-какие вещи. Что мы хотим, чтобы люди брендом жили, правильно? Чтобы он был частью их жизни, чтобы... Но я вот в свое время, когда была адвокатом бренда Столгонской школы экономики, его ненавидела вся моя семья. Просто я только открывала рот, и все. И когда я туда ушла, мой муж думал, что случилось самое важное, прекрасное событие в нашей семье. Я перестала ему изменять. С брендом работодателя, да? То есть мы на самом деле очень цинично хотим залезть человеку в очень важную его как бы часть, да? В ценности, в любовь, в дружбу. Мы хотим, чтобы мы заняли вот это вот как бы пространство, да, в голове. И мы хотим этого достичь. И мы что делаем? Ну, мы делаем то, что только что Иван рассказывал, как социальные бренды. Там ответственность, там детские сады, детские дома, сдаем кровь и так далее. Через какое-то время, я вас уверяю, это все будет, впрочем, равным условием. Это будут делать все. Почему? Тренд идет в сторону социальных брендов. Потому что брендам очень трудно друг от друга отделяться. Единственная территория, где ты можешь более-менее отделиться, и то по принципу лучше, хуже, это территория любви к человечеству, гуманности, человеческих ценностей, чтобы дать своим сотрудникам ощущение смысла. Ну, конечно, самые крутые компании, это те, которые дают ощущение смысла через продукт. Ну, возьмите вы нашу драгоценную компанию Apple. Я не технар, ничего не хочу сказать. Хочу сказать именно маркетинговую часть. Невероятная просто лояльность людей, которые с этим брендом имеют дело, как внутри, так и снаружи. И она иррациональная. Потому что в техническом смысле мало что оправдывает. Оправдывает, деньги, которые мы переплачиваем, или то, что мы упорно покупаем одну версию за другой, потому что не можем этого не делать. Потому что у нас есть эмоция и иллюзия. И эта иллюзия говорит вот о чем. Если я имею к этому отношение, это делает меня круче. Вот, например, 10 лет назад все консультанты мира с Хьюлит Паккарда пересели на Apple, намекая на то, что они очень инновационные, креативные ребята, они просто знают какие-то схемы. Вот что такое сильный бренд. Соответственно, можем ли мы через то, что мы делаем, дать смысл, который будет нас отличать от других. И это, конечно, такая более сложная вещь. Соответственно, мы вот здесь тогда должны понять, есть ли такие ценности, помимо гуманных, да, помимо социальных, которые на уровне нашей, извините, производственной деятельности могут дать вот это ощущение идентификации, что ты, скажем так, делая себя частью этого бренда, становишься умнее, лучше, круче, делая что-то необычное, нестандартное, исключительное. И это, конечно, вопрос вопросов. Итак, первая вещь, которую я хотела сказать. Вы знаете, сейчас в последнее время политика как-то наступает на нас, и все заговорили про идеологию, которая исключена из нашей Конституции. Я вам хочу сказать, что слово идеология, это не я придумала, хотя меня в свое время один мой очень хороший знакомый, может, кому-то, многим из вас известный, автор книги «Бизнес-телефанк», «Бизнес-телефанк», он меня называл «Мисс Политбюро» за то, что у меня очень идеологический склад как бы менталитета. И он всегда говорил, «О, а вот идет Политбюро». Имею в виду, что я действительно, как человек, который в свое время занимался брендингом, как цервер стою на его охране, точно знаю, кому что делать, чего не делать, и тому подобное. И это вписывается в идеологию. И, чтобы вы знали, первый раз это слово было произнесено всем вам известным, человеком, которого зовут Джим Коллинз, который написал книгу, которая входит в двадцатку книг о менеджменте, которую все должны прочесть. Называется книга «Построенные навечно». И эта книга, благодаря которой у нас в обиходе с вами появились слова «Миссия», слова «Виденье», «Ценности» и «Цели». «Цели», может быть, кто-то слышал, слово «Бихак». И Коллинз сделал что? Он исследовал огромное количество очень успешных компаний-долгожителей, пытаясь понять, что по-настоящему отличает одну компанию от другой. И привязал это, как это часто делают американские исследователи, потому что большинство компаний публичные, очень легко сделать корреляцию с деньгами и доказать, что это крутая компания, потому что видите, что у них со стоимостью акций происходит на протяжении там ста лет. Соответственно, Коллинз ответил на несколько вопросов. Первый, он сказал, куда идем? Самая большая проблема в любой абсолютно корпоративной культуре это то, что люди не всегда знают, куда идет компания. И сам процесс, он не заменяет этого. А руководство часто, многие из них очень хорошие мои друзья задают, извините, идиотские вопросы в стиле Дилберта. А зачем им это надо? Или сессию проведем стратегического, а кто об этом должен знать? И я не выдерживаю, иногда я злю, говорю, под печать, конверт, сейф, чтобы никто, не дай бог, не догадался, куда вы идете и что вы собираетесь делать. Ну, потому что, если ты хочешь, чтобы брендом жили люди, они работали на тебя, приносили деньги, то что может быть элементарней, объяснить им, куда это все идет. При этом, возвращаясь к еще одному из вопросов, я уверена, что вы его зададите. Все ли хотят это знать? Отвечу цинично. Они должны это знать, независимо от того, чего они хотят. Потому что, когда мы думаем об адвокатах бренда, это стратегия, это наш выбор, это наше решение. Уверяю вас, это доказано опять социально-психологическими исследованиями, когда человек знает, зачем он что-то делает, у него повышается производительность. Каким бы он профессионалом не был, если он знает, зачем или куда эта шестеренка встанет, он делает работу лучше. Ну, соответственно, про миссию ничего говорить не буду. Я себе представляю, вот у нас несколько, допустим, программных разработчиков, им надо всем придумать себе уникальную, не похожую на другого миссию. Я думаю, это адский труд. А есть сферы, где, в общем-то, миссию выработать проще. Но трагедия с миссией в том, что она попала в документы бизнеса. Бизнес-планы и стратегические планы. И с момента, и плюс она еще попала в документы, связанные с выходом на биржу. И тогда появились инструменты. Есть такая книга, допустим, тоже американцы издали, «Тысяча и одно заявлений о миссии». Открываешь, рубрикатор по отраслям и выбираешь, какая тебе больше подходит. Вот что бывает, когда забываешь первоисточник. Так вот, организационная идеология, ее цель, это отличие. Ты не можешь быть адвокатом бренда, если у тебя нет ощущения уникальности того, что у тебя есть. Если ты, не знаю, женат на самой распрекрасной девушке, хозяйке и прочее, тебе глубоко наплевать, что в соседнем квартире варят такие же борщи. Тебе важно знать, как прекрасно и уникально это делает тот человек, которого ты выбрал. Когда мы работаем в компании, для нас крайне важна ее уникальность и наша роль в этом. И я поэтому сказала, что, ну, нет ничего проще, чем поговорить про адвокатуру бренда, и нет ничего сложнее, чем это сделать. Почему? А вы найдите это отличие. Иногда на это уходит достаточно много времени. Но если мы это мы отличие найдем, то еще одна сложность – это ценности. Вот вы уже поняли, что я по роду деятельности часто занимаюсь консультированием на уровне стратегии. и я всегда очень люблю язвить. Потому что у меня был день такой, когда я не удержалась. Я, в принципе, достаточно позитивный человек, но боюсь, что слайд «Циники романтики» – это про меня. Вот. И я стою в какой-то компании, уже закончились переговоры, и стою, смотрю, и вдруг вижу, мы команда. Я такая стою, думаю, где-то я это видела. И вдруг понимаю, что я утром была в другой команде, где было другое изображение, но было написано то же самое. Я, когда это увидела, во мне врубился опять этот ценник, думаю, дай посмотрю, что у них на других плакатах. И пошла вдоль коридора. Ну, угадайте, что было на следующем слайде, на следующем этом, а? Профессионализм. А? Пятый был. В первую тройку. Первая тройка сейчас, ну, совпадает, наверное, у 90% компании. Из-за этого считайте, что вот этого всего нет, потому что оно не работает. Оно работает, если ты делаешь это, не копируя кого-то, а понимаешь, зачем тебе это нато, да? Нам нужны управленческие инструменты. Это управленческие инструменты. Ну, что, номер два. Так, развитие, рост пять. Первую тройку еще подумайте. Значит, команда, близко к команде, что будет обязательно? Лидерство. Ну, что вы, ну, друзья, ну, сейчас лидерами не обзывают только людей, которые не способны передвигаться. А если у человека есть внешность, рот и речь, то он уже лидер, если его поставили руководителем. Потом мы хотим лидеров, мы, правда, не знаем, что с ними делать, но пусть будут, потому что модно. А третье? Представляете, какие вы прекрасные. Мы уже назвали семь вариантов, а до ценности номер три еще не дошли. А почему? Потому что между декларациями и жизнью есть разница. И что делать людей циниками? То, что мы заявляем одно, а делаем другое. А именно, если у меня в ценностях заявлена ориентация на клиента, она сейчас заявлена всегда, в двух местах. Она в ценностях должна быть обязательно, клиент-центричность. А вот здесь она должна быть, потому что классическая миссия, она сформулирована так, чтобы все были счастливы. Ну, все это означает сотрудники, клиенты, владельцы, акционеры, ну и прочие стейкхолдеры. Ну и когда вы читаете одну миссию за другое, вам еще все равно, пирожки люди пекут, софт разрабатывают, или, ну, какая разница, если это все одинаково. Потому что наша главная идея, и мы должны с вами это понимать, что мы работаем с идеологией. В идеологии впасть в цинизм очень легко. Но если мы правильно пользуемся инструментами, это все летает. Если миссия дает отличие, если ценности дают людям отличие, то тогда это летает. И тогда мы людям дарим вот эту идею будущего. То есть, мы говорим, куда мы идем. Тогда у людей появляется цель. Потому что иначе, в чем проблема всех корпоративов, даже самых лучших компаниях, что половина людей они интроверты. Вы уж меня извините, я очень люблю людей, в принципе. Но я так мало времени провожу со своей семьей, что вот нет никаких. Вот сегодня меня пригласили на премьер Екатерининский дворец, где Сбербанк празднует Новый год. Я не поеду. Я все утро с собой вела переговоры. Ну, решила, что это никак не влияет ни на что. Не поеду. Хотя, в принципе, умом профессионально, профессионально я понимаю, что надо бы. Это связано с чем? С тем, что на жизнь частную современного человека претендентов просто какое-то нереальное количество. Просто нереальное. Все хотят чего-то от нас. И социальные сети, и реклама, и нам звонят, и это телемаркетинг, и всевозможные там бонусные и небонусные программы, компания что-то от нас хочет, родственники хотят, семья хочет, дети и тому подобное. И человек начинает думать, каков смысл в том, на что он тратит время. И если мы с вами не работаем на уровне идеологии, извините, мы будем получать в каждом втором случае при самых честных, самых прекрасных, интересных мероприятиях вопрос обязательно участвовать? Можно я не поеду? Что страшно, я уверена расстраивает тех, кто это организовывает. Но люди ничего плохого не имеют в виду, просто не понимают какое отношение это имеет к работе. Соответственно, что бы мы с вами ни делали, какие бы праздники ни делали, награждение, процесс, это должно иметь ответ на вопрос зачем. Если мы не знаем ответ на вопрос зачем, мы должны знать. Люди, которые у нас работают, они все равно его задают. Может, они его не задают, прям зачем мне это надо? Но у них мотивация страдает, потому что на подкорке есть вопрос, может, не надо, может, обойдется, а действительно хотите, чтобы это было? Ну и так, и так работая, ну какой смысл? Поэтому поиск смысла это и есть идеология. И если мы умудряемся с этим работать, и иногда этот смысл, вот тоже мне повезло, что до меня Иван выступал, потому что иногда весь этот смысл на уровне одной личности. Вот есть личность, и вот и весь смысл. но мы с вами с вами говорим и рассуждаем как управленцы, мы не можем зависеть от личности. Она сегодня есть, завтра она захочет делать что-нибудь другое, если как бы появится, ну, все что угодно может быть. В управленческом смысле мы должны думать и рассуждать именно как управленцы. С этой точки зрения, друзья мои, мы должны работать с организационной идеологией. И если это профессионально будет делаться, я вас уверяю, у вас люди не будут иметь выбора, они будут знать, что им думать, когда думать, по какому поводу думать, какие эмоции чувствовать, то что у этого будет стратегия. Стратегия, которая обслуживает главную цель организации, цель организации быть уникальной на рынке труда, быть уникальной на рынке вообще. Потому что самый короткий путь к сердцу через продукт, это твой сотрудник. Если он рассказывает, есть такая байка в компании Zara, что у них самым крутым считается, когда сотрудники носят одежду компании. Самое большое подтверждение. Больше ничего не надо, пусть они вообще даже не заполняют никакие опросники о том, как они лояльны, что они любят. Они внешне уже могут это показать. Второй подход, спиральная динамика. Вот здесь мы говорили про ценности. Я в свое время хочу вам сказать, что в основе любого бренда стоит вопрос, в чем уникальность, в чем его нестандартность. Я не буду вам рассказывать спиральную динамику в силу того, что у нас очень короткая встреча. Я вам просто рекомендую даже не читать толстую книгу, это пусть будет третьим этапом, если вы войдете во вкус. Просто наберите в интернете и посмотрите, что такое спиральная динамика. Это модель, которая объясняет развитие ценностных систем. И понимаете, если у нас компания занимается инновациями, то она на одном уровне ценностных систем, соответственно, мы другие имеем трактовки. Если нам нужно больше продавать, у нас будет другая система. То есть очень важно, когда мы с вами ничего не изобретаем и знаем, что оно изобретено. Я в свое время, когда только-только начинала этим заниматься, мне страшно не хватало именно системности, что все время нужно что-то изобретать. Очень хотелось, и мы искали эту методику очень долго, потому что не могли найти методику, при которой ценности можно, извините, потрогать как-то, материализовать. Иначе это все звучит как абстракция. Если ценности не абстрактные, извините, это еще один управленческий инструмент. Я хочу, чтобы вы знали, что это все управленческие инструменты. Умение работать с миссией инструмент, ценности инструмент, целеполагание инструмент. Все это способы управления и влияния на других людей. И когда мы говорим о влиянии на других людей с точки зрения брендинга, мы должны знать, что это влияние на уровне сердца, на уровне эмоций, не на уровне ума. Еще один такой подход, и, пожалуй, я даже как никогда, может, даже вовремя закончу. Корпоративная религия. Вы знаете, я в свое время, это еще одна методика, к которой я сначала пришла, а потом ее увидела. И у нас учился один студент, который, услышав, что, как я это рассказываю, он сказал, я тебе привезу книжку, там все это написано. Часть меня возмутилась, оказалась я такая вся уникальная, это он подобная, а часть обрадовалась, думаю, ну, слава богу, значит, не я одна так считаю. Потому что, что я обнаружила, что вы можете сколько угодно, что угодно обещать рынку, но то, как ваш сотрудник с рынком поговорит один раз, убьет все, что вы делаете. И поэтому пришла такая мысль, что, что такое адвокат бренда с точки зрения, как бы, нашего управления этим процессом. Это человек, который в восторге от того, что мы делаем на рынке. Потому что человек не может восторгаться компании, извиняясь за то, как она работает на рынке. Согласитесь, это было бы странно. И если этот человек достаточно хорошо понимает продукты, понимает место компании на рынке, понимает ее уникальность, и уникальность заложена вот здесь, то туда у вас появляется внутренняя религия, у вас появляются ценности совершенно материальные, которые объясняют, почему важно определенное поведение со стороны сотрудников, которые обеспечат этот вот восторг. И если, извините, вот здесь у нас нет этой ясности, то, простите, наступают потом опять идеи романтиков, которые стали циниками. И когда вот эта модель только появилась, то в ней не хватало одной очень важной вещи. И вот люди, которые ее разработали, через какое-то время ушли вообще в стратегический консалтинг, и доработали ее, и сделали важную вещь. Я на нее просто повторяться не буду, просто упор сделаю вот на это. Дело в том, что все ценности, все декларации бренда, вся культура, она проверяется на операционном уровне. Что такое операционный уровень? Это повседневность. То есть можно заявлять там клиент-центричность, лидерство, там, не знаю, командообразование или прочее, но если это командообразование не зашито в процессы, то это декларации. То есть разговоры о дружбе при наличии конкурентной среды, где вышибаете сотрудников друг с другом, и они потом получают баллы на том, кто лучше гребен, извините, противоречит ценности команды, даже если она в моде. Это означает, что нам нужна согласованная позиция вот здесь, она должна быть одна. И от этого у нас строится все. Операционные подтверждения, такой очень простой пример приведу. Компания искала позицию, придумала, на самом деле, невозможно придумать, сервисная компания говорит, у нас, вот мы придумали, мы весь день обсуждали, и мы придумали, что мы будем быстрее, чем наши конкуренты. Это хорошая позиция? Я говорю, ну, а до сколько? Они говорят, в каком смысле? Я говорю, в прямом. Насколько быстрее? Они говорят, а что, прямо вот надо цифру назвать? Я говорю, конечно, как человек должен знать, честная эта позиция или нечестная? Быстрее? Быстрее, настолько-то, потому что должны быть операционные подтверждения. Операционные подтверждения это то, как люди узнают, правда это или нет. Операционными подтверждениями внутри компании на тему всевозможных абсолютно практик и красивых слов, которые она говорит, является повседневная жизнь человека. Не знаю, равенство, братство. Есть тотальная прозрачность в том, как оплачивается труд. Почему дают премии этим и не дают другим? Если люди получают зарплату в конвертах, мы уверены, что там одинаковые суммы и мы понимаем, какие. И такие пустячки, которые превращают романтика в циника. Но без этого ничего не построить, потому что люди так устроены, им всегда интересно. что, как, где и тому подобное. Поэтому чем прозрачнее и проще система, тем больше вероятности, что она работает. Как только мы начинаем наводить тень на плетень, причем ничего такого особенно не скрывая, оно обрастает сразу такими подробностями, и люди начинают таким мифотворчеством заниматься. Работа с брендом это мифотворчество. Но мифотворчество, в котором миф очень мало отклоняется от реальности. он ей соответствует, просто он описан эмоционально и так, что интересно его рассказывать. Потому что рассказывать, я прихожу на работу тогда-то, получаю задачу от своего, это не секс, это не интересно. То есть нужен стори-теллинг. Ну, отличие стори-теллинга и то, почему он появился в нашей среде, просто в том, что надо красиво упаковать банальные стандартные вещи типа отчета, перевыполнение плана и тому подобное как бы подвиги. Соответственно, операционные подтверждения. И наша коммуникация, она вся везде про одно и то же. Она вот с клиентом про это, внутри компании про это же и операции построены про это же. Только тогда это работает. Это называется согласованность. И я думаю, что те из вас, кто увлекается каким-нибудь чтением на этот счет, знают, слово согласованность, оно одно из самых популярных, потому что большинство организаций страдают в своей работе тем, что называется детский церебральный паралич, когда все части компании, каждая живет собственной жизнью и дергается в своем ритме, а мозг, не имея возможности на это влиять, начинает убеждать себя, что они так дергаются, потому что он так решил. Ну и потом появляется Дилберт. Сразу, Скотт Адамс, не дремлет. Поэтому, наверное, если мы с вами посмотрим на то, какую мы с вами цель конечную ставим, мы должны знать, мы хотим романтиков, мы хотим людей, которым не надо строить сложные конструкции. И это слово называется, в общем-то, идеологией, это слово называется религией. И почему такие слова употребляют люди, которые работают в менеджменте, почему они эти слова выбрали? Потому что две сферы деятельности, которые отвечают людям на смысл, это либо идеология, либо религия. Отвечают на вопрос зачем? Зачем я здесь? Почему это важно? Почему я должен работать так, а не иначе? Почему? И мы хотим с вами просто повлиять на поведение человека. А, естественно, когда мы говорим об адвокатах, мы хотим, чтобы они настолько эмоционально в это были включены и настолько честно, чтобы они не могли об этом не говорить. Потому что по-другому никак этого сделать нельзя. Соответственно, кто такие адвокаты бренда? Конечно, любой циник, глядя на этот слайд, сейчас скажет. Мы все это прекрасно знаем. Вера, это потому, что они такие придурки, мозга не хватает, не понимают, как все, особенно в нашей национальной культуре, где принято умный равно критичный. А если не критичный, наверное, не хватает ума. Иначе, как он не видит то, что и так видно? Поэтому, возвращаясь к моему первой, чуть ли не первой моей фразе, друзья, это все очень просто. Почему это должно быть просто? Потому что без простоты веры нет. Если люди не идиоты, то они верят только в то, что для них просто ясно и понятно, без каких-либо наворотов. Если эта вера как бы нам нужна, то, к сожалению, встает вопрос честности. Ужасное слово. Да, я думала, что уже все, я как раз таки закругаюсь. Это честность, ужасное слово, в английском иногда называют это integrity, которое еще означает такую цельность. когда вы знаете, куда идете, и всем понятно, почему это так. И понятно, почему такие процессы построены в компании, а не другие. Когда есть просто ясность, которую можно объяснить в двух-трех словах. Прозрачность, это я имела в виду именно то, что до этого говорила, что когда у вас нет очевидных правил, нет понимания того, что мы вознаграждаем, какие ролевые модели. потому что самый лучший способ развития адвокатуры вот это, это ролевые модели, когда вы выпячиваете те способы поведения, которые вы считаете оптимальными для компании, и начинаете вокруг них стори-теллинг. Делаете мероприятие в конце года, в котором есть повод всех этих людей вознаграждать, оценивать, сравнивать и так далее, чтобы люди понимали, почему, кто они в этой компании, какую функцию они несут, а другие, глядя на них, понимали, ага, за ориентацию на клиента или там за работу в команде, значит, этот получил такое-то место, потому что мы сравнивали по равным прозрачным критериям и прочее, ага, значит, кого-то интересует, ориентируюсь ли я на команду или на клиента или еще на что-то, потому что без этого все это декларации. последнее, про идеологию уже сказала, последнее, что хочу сказать, что участвовали в одном проекте по внедрению ценностей, и там вот речь шла вот примерно об этом же самом, и люди, им спустили ценность, называется работа в команде, а у них просто на уровне подразделений просто хорошая такая драка друг с другом с перетягиванием одеяло и борьбой за бюджеты. И люди сверху ничего мне не нашли, как решили, давайте мы им мозги промоем на тему команды, тренинги им сделаем, еще что-то, и будет им счастье. Ну, конечно, счастья не случилось, хуже того, когда мы протестировали, стало понятно, что будет еще хуже, если мы еще вот на этот весь кошмар придем и будем, как кот Леопольд рассказывать о любви, ну, нас, конечно, не вынесут, мы придем и уйдем, но в компании лучше не будет. В итоге, когда я напросилась на встречу с генеральным и говорю ему, понимаете, в чем проблема, я рассказала примерно только в трех словах то, что вам сейчас полчаса рассказываю. Понимаете, когда вы не трогаете такие тонкие инструменты, как ценности, идеология, миссия, то и ничего, люди, по крайней мере, хоть не пребывают в состоянии сверхреакции, но когда вы, зная, что у них есть эти проблемы, пытаете их залатать, разговорами о том, что надо дружить, вы вызываете гиперреакцию. Поэтому пока вы не сделаете нормальные процессы, позволяющие работать в команде, делать культуру про работу в команде, бессмысленно, это будет ровно противоположный эффект, потому что люди будут еще больше заводиться. И я очень признательна была этому человеку за то, что он услышал, что я ему сказала. потому что это очень тонкие и простые вещи, элементарные, как говорится, да, но еще раз хотела бы как бы в завершение сконцентрировать вас на том, что нам адвокаты бренда нужны зачем-то. Если мы не знаем зачем, то в общем-то, то в общем-то может и не надо. Если ко мне, а нет, подождите, у меня еще здесь есть вот такой слайд. Так, есть ли вопросы или вы уже просто совсем? Давайте. Спасибо большое за доклад, очень приятно услышать грамотную позицию, на самом деле. Вот по поводу миссии у меня вопрос. Ага. Вот, услышал, что миссия должна быть идеология, видение обязательного компании. Бывает ли компании, в которых это не нужно или в которых это вредит? Значит, отвечу. Моя стойкая позиция, что миссия в компании как правильно появляется, если у основания был лидер-миссионер. Есть просто люди, которые, ну, что такое миссия? Это ведь вопрос зачем, да? Миссия отвечает на этот вопрос. Есть люди, которые живут себе прекрасно и не отвечают на этот вопрос. Они что, не живут от этого? Не имеют детей, домов, т.д. и т.п.? Я считаю, и это просто мой опыт, что есть лидеры-миссионеры и есть лидеры-визионеры. И это данность. Когда приходят люди со стороны вырабатывать миссию, это один из сложнейших вообще видов работы, каким я в жизни занималась. то тогда, если даже человек не может миссию сформулировать, требуется такая работа, чтобы эта миссия жила. Поэтому ответ мой такой, да, это может быть без миссии, даже более того, я вам скажу, есть компании, которые живут без стратегии, живут очень успешно и зарабатывают деньги. ни к одному из управлеческих инструментов нельзя относиться как к абсолюту. Он в каких-то ситуациях работает, в каких-то нет. А мы с вами обычно делаем как? У нас чек-лист. Если я думаю, что, дай попробую, ага, нет, не летает. Ну, ладно, не летает. Ответила? Да, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Вот все, что рассказывал Иван, это присущие компании, в которой я работаю. Мы имеем миссию, все, вот все, что вы описали. Но я не чувствую, что любой сотрудник компании, которая работает, является адвокатом миссии. Ну, одна из причин, мои головы, это сформулировка, потому что для них для всех первая работа. Мы работаем с студентами, старшекурсниками, с молодыми специалистами, которые у нас еще нигде не работали. Я ни разу, не зря спросила у Ивана, есть ли у него с чем сравнить. А эти люди, они привыкают к тому, что у них есть, и они считают, что это норма, и что так будет везде, и они считают это чем-то уникальным издоровски. И поэтому они не, ну, в моей голове не чувствуют себя адвокатом. Значит, услышала. Я такую вещь скажу. Вы говорите о определенном поколении, которое сейчас все исследуют, так? У этого поколения, и я, честно говоря, наоборот, очень рада тому, что сейчас все пишут, потому что мы, конечно, очень мало исследуем на этот счет, а американцы, как всегда, у них много фондов, которые уходят от налогов и тратят деньги на исследование. Поэтому всегда есть исследование, на которое можно сослаться. Что говорят все эти исследования? Они говорят, что это как раз-таки поколение смысла. То есть, если вы этому поколению не объясняете зачем, оно ничего не хочет делать, ему неинтересно. Вот объясни зачем. Все предыдущие поколения были невероятно дисциплинированы. Все. Сейчас все говорят, до свидания. Какая дисциплина? Но какую вещь мы должны тогда для себя понять? Все инструменты, о которых я говорю, это инструменты, при которых мы не до конца, я бы сказала так, если бы я сейчас продолжала рассказывать, и мы бы сфокусировались на конкретном поколении, то я бы зашла бы в тему под названием экономика Уорхола. Был такой знаменитый американский художник, знаете, эти банки из-под Кока-Колы и разноцветная Мерлин Монро. И он в свое время сказал потрясную такую фразу. Он сказал, что каждый человек заслуживает свои пять минут славы. Мы сейчас живем во времена, когда мы все на этом помешаны. Социальные сети, Инстаграм, все вот эти вещи. Это означает, что вам нужно поменять способ включения этих людей в адвокатуру бренда. Потому что они... Я вам скажу, я часто издеваюсь на этот счет, потому что я в свое время полтора года в Фейсбук не заходила, потому что каждый мой день, пока я не научилась отключать некоторые функции, каждый мой день начинался с того, что я знала, кто из моих знакомых что съел, что одел, где что купил. И я поняла, что я их ненавижу. Вот честно, мне казалось, боже мой, такая умная девочка, посмотри, как крышу снесло, значит, свои там... То есть, вот у меня были такие мысли. Потому что мне непонятно это засорение эфира, да, но это совершенно другой мир. Это означает, вам нужно создать такие штучки, когда они это делают, но не задумываются над этим. Говорить с ними, ты знаешь, ты это должен сделать, или пользоваться, тогда придется отвечать на вопрос, зачем. Потому что я размещу в Инстаграме, а что мне за это будет, да, вот тут надо очень хитро это объехать. Но миссия и ценности реально, это все подтверждают, что на недисциплинированном поколении, которое очень идеалистично, очень инфантильно, работают лучше, потому что нет дисциплины, есть иллюзия свободы. Вот я сейчас, вы там плохо на меня посмотрите, сейчас пойду в другое место. И там все прямо умрут от счастья, что я пришла. Но я человек другого поколения знаю, что это, наверное, не так. но когда ты находишься в начале карьеры, а у нас еще это демографическая яма, то, конечно, немножко есть завышенные представления на свой счет. И я не видела ни одного за последние три года тренинга управленческого для топ-менеджмента, где все не жаловались на это. Что за люди такие, почему не понимают, что, ну вот это все. Еще вопросы? У меня вот обратная сторона видали. Все прекрасно, когда ценности все это внушается с момента основания компании. Но когда компании 20 лет, она устоявшаяся, вот раз сотрудников и абсолютное отсутствие лояльности как к бренду, который компания продает, так и самой компании, и она прям транслируется между сотрудниками и с этим надо бороться. Есть ли шансы? Нет, нет. Еще раз говорю, что бы мы с вами не делали с точки зрения оргкультуры, мы не работаем с биороботами. И если человек знает, что продукт вранье, то у него есть первый пункт, он говорит, компания врет. После этого, что хотите, делайте, но компания врет. Если она обманывает клиента, она может обмануть меня. Все. И это, к сожалению, это так. Это по-другому не может быть. Нужно найти какую-то честность. Нужно найти хоть что-то, что можно назвать правдой. Потому что... В общем, потому что. Все. Ну что, друзья мои, большое спасибо за ваши глаза, за то, что вы здесь были. Все. Кому мне отдать?